всем приветик добрый вечер слышите как звучит голос это потому что я в подъезде выглядываю наружу там хорошо дождь прошел светло тепло мухи не кусает идем гулять итак вечер наверное уже где-то около 6 безумная влажность просто безумно идешь и моментально с тебя все течет и капает это сегодня был дождь я ошиблась с утра когда вам рассказывала показывала про этот ливень сказал что-то 10 число нет сегодня понедельник 11 и вот у нас после дождя земля моментально все впитала высохла красиво очень тепло очень душно очень влажно хочется немножко подышать погулять отдохнуть после рабочего дня беру вас с собой как обычно куда меня занесет не знаю немножко маленьких улочек которые такие по качеству все в дырках ямках и в лужах ну это такое захолустье что не удивительно что здесь ничего не отремонтировано не будем на это смотреть смотреть на что-нибудь красивое вечернее солнце всегда очень красиво выглядит и на фотографиях и на видео я тут в кусте как немножко стою вся уже такая некрасивая уже все челки уже челки уже нету ничего нету то что безумная влажность просто какая-то невероятная как будто мы в тропиках каких-то они в латвии находимся решила определилась что пойду немножко туда где торговые центры наверное смотрю может быть хочу одни духи посмотреть мне кажется их нету кальвик лайн обсессион недавно а буквально сегодня смотрела блогера из израиля нику шарм кошмар не помню точно она рассказывала о них хочу вам найти я на их давно смотрю и как бы они у меня в хотелках но все-таки хочется попробовать прежде чем что-то покупать так что наверное пойду в дуглас немножко виды там где только что была к счастью ничего слишком затратного не купила по мелочам и по мелочам уходит много денег вывод магазина лучше не ходить тестила ланком трезор вначале не понравился потом понравился сейчас вся в раздумьях и эскаду магнетизм вначале понравилось потом не понравилось в общем все сложно взяла проездной а сама все равно гуляю пешком потому что вечер приятный солнышко такое закатное классно вон она моя тень с овощечкой как всегда без рукавочки сегодня очередную купила за полтора евро такого лилового цвета вроде как бы и не с чем носить поэтому если не смелое сочетание синие с белым туничка сверху лиловая жилеточка так что мне еще интересно но больше вроде ничего такого интересного нет вот здесь стоял домик его снесли как будто бы его и не было просто поле на нем растут какой-то растет клевер тут еще сады были сады тоже вырубили подготовили как будто бы под продажу участок и так он в общем то как будто бы ничей стоит странные вещи иногда что происходит вот она я ой как-то солнце опять неудачно ну в общем это все еще я гуляю хочу на те места где цикады поют записать их звук потому что стрекотание цикады для меня звук лето ищем чем-то я пахну какими-то духами я пахну не могу сейчас понять ой здесь тихо-тихо наконец-то не слышно машин и будет слышно птичек как хорошо лето все-таки прекрасное время давайте пойдем пока штановой аллее здесь всегда тенистое это так приятно как собачка гуляет с хозяйкой с хозяйкой хотела сказать хозяйкой с собачкой здесь так сыро высокие каштаны высокие каштаны они когда гуляли то ли на сокола то ли на ястреба в общем на какую-то хищную птицу которая около нашего дома поймала голубя к сожалению спасти уже не удалось он его унес в своих когтях но это очень удивило я никогда не думала что у нас в Риге хищные птицы так где-то живут хотя если вспомнить что в ботаническом периодически висит надпись что осторожно что там размножается ванокс вот этот ванокс наверное и охотился за нашими голубями так что опасно опасно птицы будьте на чеку какие корни красиво смотрится как мне нравится закатное солнце которое вот так сквозь листья просвечивает ага и слышно цикад подойду поближе подойду поближе кто же это так стрекочет какой-то кузнечик и не ага и что пора покончить с до у 30 до 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 Сейчас бабушка Божья одуванчик стояла на балкончике и крикнула мне, алло, алло, скажите, сегодня утро или вечер. Какая прелесть. Наверное, я когда ездить буду в такой же, только у меня балкончика нет. Так что вряд ли я смогу кого-то окликать с него. Шиповник отцвел практически, розочки тоже. Только много-много зелени. Разнотравья не скосили, и вот оно растет. Как хорошо, когда не успевают покосить. Сразу видишь, какая она вырастает, высокая трава. Я так бреду вдоль железной дороги, по своему уже району. Не хочу спешить домой. Хочется так немножко понаслаждаться. В вечере есть своя какая-то особая прелесть. И вот такой неторопливости, мякости. Такие тут всякие разные. Ничего-то мы про них не знаем. Столько интересных разных цветов растений. Я вот знаю только клевер. Вот. И все. У меня прогулка как какой-нибудь фильм «Артхаус». Такой вялотекущий, неторопливый. Поэтому это на любителей. Никакой динамики. Еле переставляю ноги. Язык тоже запретается. В общем, релакс такой полный. Вот там такое солнышко где-то закатное. Но еще долго будет закатываться. До сих пор еще вечер такой длинный. Вчера где-то без 15-11 ложилась спать. И посмотрела, что еще небо очень-очень светлое. Здорово. Завтра у нас вторник. Вторник 12-е. Надо мне куда-то выбраться. Вроде бы у меня будет проездной. Куда бы съездить. Обещала там и там и сям побывать. А сама все никак не соберусь. Ну вот надо будет что-то выполнить. Хотя бы какую-то часть обещаний. А то они меня гнетут. Ты очень обязательный человек. Сложно, если не делаю вовремя. Так, что ж я сегодня вкусненькое купила. Я купила интересный мармелад к чаю. Может быть попьем чаю, поболтаем. Он на тыкве и на цедонии. То есть тыквенно-цедониевый мармелад. Цедония очень кислая. Это практически, можно сказать, почти как лимон. Даже еще кислее. Витамина С это много. А тыква, очевидно, должна была сгладить эту остроту. Если они не пожалели сахара, то это будет что-то очень вкусное. Если пожалели, то это будет все равно что-то очень кислое. Такой экологический продукт. Маленькая баночка стоит 3 евро. Дорого. Я вижу собачку на третьем этаже. Вот она какая милаха. Прелесть. Она на меня смотрит. Интересно, она понимает или нет, что я снимаю. Прелесть. Вот так вот. О, она меня залаяла, поняла. Продолжение следует...